А это реально вот сейчас происходит во Франции на Олимпиаде? Это ж пиздец, ну, на Олимпиаде. На церемонии открытия Олимпиады в Париже, ну, какой-то прям совсем трэш нахуй происходит. Вот мне поскидывали, и это прям, ну, я даже не знаю, как это нахуй комментировать. Потому что на Твиче, если бы я был на Кик, я бы, сука, это прям вообще вот так бы там прокомментировал нормально вообще, да? Ну, потому что то, что я увидел, это ебаный пиздец. Это прям нахуй не Олимпиада, это цирк. Причем цирк, вы поняли, кого. Говорить не буду здесь на Твиче. Что там? Вам показать? Готовьтесь, ребят, держитесь только, да? Обеими руками за кресло или кровать, или за диван, где вы там сидите. Это вообще пиздец. Вот пиздец. Но вот то, что в начале было, блядь. Ой, блядь. Это человек, который позиционирует себя как конь? А? Блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Так, чё? На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры сделали пародию на работу да Винчи. Подобный перформанс стал поводом для бурных обсуждений в сети, а также возмутил французских. Право консерваторов от партии Лепен, которые посчитали, что такое шоу оскорбило христиан. Всем христианам мира, которые смотрят церемонии Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на тайную вечерю, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовы на любую провокацию. Также в соцсетях обсуждают и другое шоу. Движущего по сене механического всадника с флагом Олимпиады пользователи увидели в этом перформансе бледного коня, описанного в Библии... Ой, не, ну это уже совсем... Это тоже уже какая-то ебень. По поводу коня. Конь, конь. Я вот ничего такого не увидел в этом... В этом... Ну конь, конь, бля... Ну конь, и шо? Это уже тоже шиза какая-то. То есть тут две шизы сейчас, я так понимаю. Противоборствую, да? И с той стороны, и с этой стороны, блядь. Ой, бля... Одна шиза против другой шизы. Сети заверсилось в сравнении церемонии открытия двух Олимпийских игр в Сочи и в Париже. О, блядь, шо? Ты бы сам сварял этот веселый трэш или скукоту верхнюю? Я тебе скажу так, я бы не сварял ни то, ни другое. Мне похуй на Олимпиаду, в принципе. Вот. Но, серьезно, да? То есть ты считаешь, что лучше вот этот вот ебанутый трэш снизу, чем то, что сверху? Ну если я уж и хотел бы посмотреть Олимпиаду, то, наверное, я бы предпочтел вот это вот. То, что сверху, да. Мне вот это нахуй не надо. I'm sorry, братан. Если я захочу трэша, я пойду на Ютюб или в ТикТок. Я там это найду. А если уж говорить про Олимпиаду, на которую смотрит весь мир, ну я бы не хотел, чтобы вот такая хуйня была. Тем более, если бы я был гражданином Франции, например. Я бы задумался, типа, чё это за пиздец. А я смотрю, в чате некоторых рвет от этого. Ну, шо я могу сказать? Окей. Мне похуй. О, итальянский журналист... Бля, вот это тоже забавная хуйня. Итальянский журналист какой-то там попросил убежище в России после открытия Олимпиады в Париже. Не хочу быть частью дерьмового шоу, заявил итальянский журналист. Так от тебя порвало. Меня вообще не рвет. Я просто высказал мнение, сказал, что это просто ёбаный пиздец. Всё. А рвет как раз таки вас от моего мнения, блядь. Причём, по-моему, вы не отрицаете, что это трэш. Или это не трэш, по-вашему? То есть это, ну, типа, ок, тыкать в камеру подобной хуйнёй. Это нормально, по-вашему, да? Такие тренды у нас. Это на Олимпиаде, блядь. Сука, на Олимпиаде нахуй. Пиздец, блядь. А, вот ещё тоже. На открытии Олимпиады в Париже сборную Южной Кореи объявили как команду КНДР. Как сообщают, Министерство спорта Южной Кореи потребовало от Международного Олимпийского комитета встречи с главой организации из-за допущенной ошибки дикторов. Ой, бля. А вы что думаете по этому поводу? Похуй на это открытие. Я даже не смотрел эту хуйню. Интересно на представителей своей страны смотреть. Вот и всё. Ну, я и говорю, это мне тоже, в принципе, похуй. Как бы, я же и не знал, пока мне в предложку не скинули эти новости, понимаете? Не показали эти кадры. И я сначала не поверил. Я сначала думал, что это, ну, типа, фейк. Вырезанный из контекста, может быть, что-то. Может быть, это не открытие Олимпиады. Может, это, блядь, что-то было до Олимпиады. А оказалось-то, это всё-таки реально, блядь, Олимпиады. Это открытие. Я охуел просто. Думаю, чё, блядь. Волеваки нахуй делают дело, конечно. Вот творят чудеса, блядь. А потом ещё мне предъявляют, а чё ж я так не хочу за Камалу Харрис топить. Да вот просто не хочу, чтобы в Америке такое было. Уж извините. Я не ультраправый. Вообще, ни в коем случае. Нихуя. И ни разу. Не ультралевый, не ультраправый. Просто, блядь, ну всему должны быть свои границы, что ли, да? А здесь как будто бы приоритет уже идёт немного в другую сторону. То есть такие, как мы, вот я, например, да? Да заткнись ты нахуй, хуй, блядь. Я обычный парень, да. Скажут так, белого цвета кожи. Скажут так, я натурал. И такое ощущение, что я скоро меньшинством буду. Понимаете? Я скоро буду меньшинством. Тем самым. Лет через 10, такие, как я и мы с вами будем ходить и говорить, блядь, алё, обратите на нас внимание. Мы вообще-то уже меньшинство, блядь. Вот и всё. Что ты несёшь? Да то и несу, блядь. Я посмотрел предвыборное видео этой Камалы Харрис. Я там таких, как я, тоже чё-то не увидел у неё. Акцент и приоритет идёт уже совершенно на других людей. Я считаю, всё должно быть равномерно и равноправно в таком-то случае. Почему кому-то уходят приоритеты? Чё это за хуйня? Как это вообще, блядь, работает в таком случае? Ммм? Почему всегда должен быть кому-то приоритет, блядь? Лучше такой треш, чем религиозно-мракобесие в странах, где... Ты не ущемлён, чего ты жалуешься. Я пиздец, как ущемлён. Я ебать, как сейчас ущемлён. Пиздец вообще. Реально. Я меньшинство, я требую порядка. Так что все ущемлённые, ребят, давайте как-то объединимся уже наконец-то, блин, реально. Да натер, такой долговёв, Америка, например, очень религиозная страна. Ну, кстати, да. Ну, не прям очень, но достаточно религиозная. Именно. Вот, например, разные штаты по-разному религиозные. Вот, например, если брать Техас, то Техас, он достаточно религиозный штат. Вот. Но там и свободы побольше всё-таки, как ни крути, да? Если говорить по-американски, имеется в виду. Ну, да, я, да, это я. Так в Техасе пустыня одна. Ну, ты сейчас ошибаешься. Нихуя там не пустыня, кстати говоря. Не, ну, там есть пустыня, но не по всему Техасу. Так пизду, туда хули-то дело в штатах демократов. Так ты, может, туда попиздуешь. Во Францию, например. Хесус. Есть скрипоносная райсия, где нет леваков и такого мракобесия. Может, пора обратно в духовную гавань? Я тоже ущемлён, потому что Хесус... А нахуя мне в Россию? Сейчас сразу Россию-то в пример привёл, блядь, я не понимаю. К чему вообще-то здесь Россия? Америка тоже большая. Здесь тоже есть разные штаты с разными приоритетами, понимаешь? И что теперь, блядь? При чём тут вообще Россия? Нахуй ты сюда Россию притянул? Не совсем понятно, блядь. 50 на 50, там, где у синего мужика сейчас член вывалится. Но этот трэш какой-то скорее. А так просто люди не привыкли, что есть разные люди. И хоть и выглядят странновато, но организация инклюзивности, она здесь в 20% сработана. И могли некоторые вещи, могли лучше сделать. Плюс тебе скидывают видео с каналов, где купили эту пропаганду. И некоторые видео, это видео экрана монитора. И выглядит в два раза убогее. При чём тут, блядь, какая разница, с какого экрана это было записано? Если это шоу, блядь, которое буквально... Вот, оно здесь. При чём тут каналы пропагандоны, блядь, когда это реально на Олимпиаде происходит? Или это монтаж, что ли? Это всё фейк, монтаж и вырезанное из контекста? Нет, блядь! Ладно, впизду. Этих леваков ебучих, блядь. Эту тему лучше закрыть, потому что это, знаете, одна из тех тем, на которой можно бесконечно спорить, а в Твиттере тебя будут отменять по этим причинам, и всё. Поебать абсолютно, нахуй пошли. Я тоже когда-то был таким же, как Хесус. Я тоже белый. Но я пересмотрел своё мнение. Я заметил, что корень зла это не раса, это религия. Причём любая. Сравни Филиппины и Испанию. На Филиппинах все верующие. Я чё-то не совсем понимаю, нахуй ты сюда религию притягиваешь. Причём тут вообще религия? Я вообще ни слова не сказал про религию сейчас. Я вообще-то аметист, атеист. Вот. Причём вообще религия? Я не верю ни в Бога, ни в Аллаха, ни во что. Я верю в себя, и то. Иногда сомневаюсь. Вот. Поэтому, как бы, типа, чего, блядь, нахуй ты сюда с религией пришёл? Я не совсем понимаю, при чём тут это. То есть религия это просто способ контролировать людей. Религия, она в том числе и пользу приносит. Как ни крути. То есть я знаю людей, которым религия помогла выбраться из говна. Да, то есть когда люди всё потеряли, но с помощью, там, веры в Бога, они смогли как-то выбраться из этого состояния, да, своего какого-то сложного. Поэтому религия это не всегда плохо, блядь. Это смотря как эту религию ещё и другие используют. Государство, например, оно же может пользоваться религией в целях каких-то своих уже, не очень хороших. Да даже вот в России сейчас. Религию используют и в целях войны, например, да. Когда говорят, типа, вот, идите, сдохните за родину, блядь. Бог это оценит. Ой, вы в рай попадёте. Ну, понятное дело, что всё пиздёшь. Какой рай, какой бог, блядь. Но священная война, да. Ну, ну, это ж пиздец. Религию в данном случае используют вот в методах войны. Полная хуйня. Полный пиздец. Но это же не мешает им это делать. Использовать религию, церковь, бога, блядь. И так далее. Хотя я уверен, если бог был бы, он бы не поддержал подобное. Ну, как, там, людей убивают, извините. Это ж полная херня. Не по-божески это всё. Но у государства хватает наглости, чтобы и это, сука, даже использовать. Вот. Поэтому, опять же, религия бывает разной, и её по-разному можно воспринимать. Даже если взять, там, ислам и прочее, Коран и прочее, да. Какие-то события вот эти вот, которые в России происходят. Что там какие-то люди с оружием теракты делают и кричат определённые вещи. В то же время у меня тоже есть много знакомых. Абсолютно не согласна с тем, что через какое-то время натуралов будет меньшинство. Ориентацию и внешний вид не навязывать. Зависит от приоритетов. И он, о кого эти приоритеты идут, понимаешь? Сомневаюсь, что это так работает. Тренды и так далее. Естественно, нас в количестве, как людей, меньше-то не станет. Но приоритеты поменяются настолько, что всем станет похуй. Такие, как я, например, да. И приоритет будет всегда даваться вот таким, как там, что на Олимпиаде. Я, как бы, я не против этих людей, блядь. Я просто не хочу, чтобы были какие-то приоритеты. Для чего и зачем? Да даже если вот возьмем, я не знаю, историю с Мистером Бистом, да, и вот Кристиной. Или я не знаю, у кого там еще в команде Мистера Биста есть, какие-то его другие товарищи. Если бы он выгнал, например, из команды или уволил Кристину, ему бы начали предъявлять, что он это сделал просто потому, что она стала Кристиной, блядь. Да, так уже уволил. Кристина сама ушла по определенным причинам, да. Но если бы он это сделал до этого, то Мистера Биста бы просто отменили к хуям. И говорили ему, и предъявляли, что он это сделал просто по той причине, что он пол себе поменял, блядь. Хотя причины могли быть и другими. То есть люди на это реагируют очень эмоционально. И не всегда правильно. Если бы он уволил просто какого-то обычного там своего друга, да, у которого там, ну просто, просто обычного парня, блядь, ничего бы не сказали. Так же, как и с работой тоже, да, приоритет на увольнение. Он в какую сторону будет? Трансгендера будет страшнее уволить, потому что он сразу начнет притягивать все вот эти вот свои темы, блядь. Координаты, посмотрим, насколько хес левачок. Я никого обидеть-то не хочу. Я понимаю, что у меня в чате много леваков, которые сейчас скажут, Слэш, ты, ты чё охуел, блядь, ты чё пиздеешь? Ещё раз говорю, я не против этих людей. Ну, как бы, чё хотят, то и делают. Со своей внешностью. Меняют себе пол, блядь, или ещё что-то. Вообще похеру. Гейты или ещё кто-то. Меня это как бы не волнует. Я вот натурал, но я же не кричу, блядь, везде и всюду, что я натурал, блядь. А, обратите на меня внимание, это я, вот я такой, а, блядь. Возьмите меня на Олимпиаду, можно я буду там главным героем, блядь, а-а-а. На митинги выходить, блядь, и прочее. Кричишь? Где? Где? Я живу себе спокойно, блядь. И как раз таки видишь, что с той стороны постоянно кричат. О том, какие они, блядь. А не надо кричать, будьте собой просто и всё. А вот именно что, крик идёт. Обратите на нас внимание. Да уже тысячу раз обратили внимание, блядь. Хую несёшь. Да-да, причём у них даже нет аргументов в ответ. Вот я всё, что сказал, а всё, что они могут сказать, блядь, хую несёшь. Всё, блядь. У них сразу эмоции, блядь, психи какие-то начинаются, блядь. Оскорбления. Но без фактов. Рано или поздно тренд поменяется. Уже не так давно, вот когда были выборы в Европе, там. Там же уже было это направление в правую сторону, оно пошло. Ну, как бы, да, всё равно не вывезли, не выиграли там, соответственно, да. Но было видно, что уже как-то в более правую сторону всё начинает двигаться. Хоть и не полностью. Но начинает. Ну, так это плохо. Возможно. Но и в левую сторону, когда слишком всё сильно двигается, тоже, по-моему, не очень-то хорошо. Исходя из того, что я наблюдаю. И тут проблема-то не только в том, что какие-то смурфики по телевизору прыгают с пиписьками. Не только в этом, блядь, проблема. Я считаю, что да, нужен какой-то баланс, а не вот такой вот пиздец. Я думаю, что эту проблему раздувают больше, чем она. Вы заебали, блядь. Ты повёлся на пропаганду. В реальности всё не так печально. На пропаганду, блядь, с Олимпиады. Ты про это сейчас говоришь? На какую пропаганду я повёлся, когда я своими глазами вижу, что происходит на Олимпиаде, блядь? Это и есть как раз-таки пропаганда, вероятнее всего. Не? Ты перед этим прочёл новость и не посмотрел видос. Нет, я сразу видео включил. Какая разница, прочёл новость или я видео включил, если на видео происходит это. То, что мы и увидели. Вы ебануты? Чек-предложку там Панасенков про Олимпиаду разъебал. А, да? Причины провала открытия Олимпиады. Косяки. Ой, осуждаю. Замогильный Селиндион. Леваки. Основная причина отсутствия приличного режиссёра. Разобщенности действия. Полное игнорирование очевидной возможности дождя. Но, кстати, давно умеют разгонять тучи. Этого не сделали. Нарочитое левачевство, блядь, во всём. Безвкусица. Безвкусица. Пихание. Да, блядь, заебал Банворда вкидывать. Алё. Мусорный материал и т.д. И мертвичина, мертвичина во всём. Мёртвые псевдо-всадники. Мёртвый бегун без лица. И жидкоголосый Селиндион. Как из могилы. Глазки, как у помершего вампира. Вся в бледном саванне. Тощая, как смерть. Блядь, что? Для любого интеллигентного человека ножом по сердцу поставить рояль под дождь. Скоты и идиоты. Так, ладно. Я не видел, что там за дождь был. И леваки. Носило здравый смысл. Смыл. Смыл. Блядь, что он нахуй с ошибками пишет? Это точно поносенков, блядь? И леваки. Носило здравый смысл. Сделали главными. Да ёб твою мать, ты ебанутый, блядь. Осуждаю, сука. Они присваивают чужое. Это не их игры. Не их идея. Не их изобретения. Не их город. Не их страна. Я не против. Пусть будут. Но нельзя полностью подменять смыслы и образы. Интересно было бы посмотреть на сорев... На соревнованиях в Африке. Только с их изобретениями. То есть без олимпиад. Блядь, да ёб твою мать. Без видов спорта, без правил, без электричества, без... Да ёбай, да нахуй, пацан под... По наседков, блядь, ты заебал. Без телефонов, без стадионов, без рекламных полокатов. Без телевидений. Ибо... Это невозможно читать, блядь, на Твиче. Ничего этого не изобрели. Но вы бы этого и не увидели. По командам мрак. Выдумали команду беженцев. Там команда беженцев была? Это как? Подожди, там выступают страны. Что значит команда беженцев? Сборная. Сборная беженцев? А чё за беженцы? Нейтральный, без флага, типа. Со всего мира. Просто беженцы разные бывают. Ну ладно, похуй. Но это же не для состязания, а для левачества. Нахуя? Притащили команду несуществующего государства Палестины? После их дичайшего терроризма. Подожди. Там была команда... От Палестины? Но России не было. 10 спортсменов. Под каким флагом были... Эти спортсмены. Под нейтральным или под флагом Палестины? Я чё-то, блядь, вообще нихуя не понимаю. Ладно. А когда проплывала команда Израиля, состоявшегося современного государства, жертвы террористов, исламисты с моста орали проклятие, потому что во Францию пустили армию врагов цивилизации. Серьёзно, это тоже было? А мне, блядь, чё-то тут предъявляли леваки в начале стрима, что я не прав. Это я не полностью посмотрел открытие. А тут оказывается вообще пиздец, ещё хуже. Оказывается, я ещё и не в курсе был вот таких моментов. Вот за эти крики их надо было сразу сажать в тюрьму. Короче говоря, всё это мерзость. Провал, маразм и преступление. Настоящие французы стонут от происходящего. Ну это же... Я не знаю, если всё то, что перечислил Панасенков, правда? Ну, блядь. Это ещё в добавлении к тому, что я сам увидел то, что было на открытии. Ебануться можно, конечно. И причём и в США тоже, в Вашингтоне. Вот недавно был митинг от этих Фри-Палестайн. Как они там американские флаги сжигали, блядь. Пытались захватить этот Капитолий. Чё-то они там, короче, тоже, блядь, хуйнёй какой-то занимались. Дебоширили. И это всё сходит с рук почему-то. Это типа окей. Потом меня спрашивают, почему я за Трампа, блядь. Ну да ладно. Хуй знает, почему это кого-то устраивает. И как это вообще может кого-то устраивать. В интересное время мы живём. Приоритеты очень странные.